Как и говорили раньше, это не мое чувство или ощущение, что мы попали в группу Лиги Чемпионов, но это по факту. По какому факту? По тому, что и Локомотив, а точно и Марсей, и Лацио, и Галатасаре, команды, которые в последние годы постоянно играли Лигу Чемпионов. Так это кому нравится, кому не нравится, но это факт. Это, так сказать, сложная и тяжелая группа. Но, одинаково, после Жеребовки я сказал, что очень рад и счастлив, что такая группа у нас есть. Поэтому, что себя надо показывать на таком уровне и показывать своих качеств, которых у нас есть и у которых я уверен. Я, как всегда, уверен в нашу команду. Все равно, что нам не хватает пару важных игроков для нашу игру. Менталитет нашей команды, боевой настроек. И это, что я видел очень много, очень много в последнее время, что ребята готовят быть каждую игру как последнюю. Это правильный подход к игре и сопернику. Нормально туда надо добавить и дисциплину тактическую, надо добавить уверенность и качество при игре, при атаке и при игре с мячом. Так просто чувствую хороший воздух команды последние два дня и мне кажется, что у нас определенный шанс есть на этой игре. Для меня перед каждой игрой 50-50. Так я вижу ситуацию и сегодня. Мы рады тому, что нам удалось не проиграть первый матч, хотя мы заканчивали игру в меньшинстве и нам забили гол с пенальти. Это говорит о том, что мы можем биться на равных. Плюс опыт выступления в Лиге Чемпионов, там до этого мы три года подряд играли, я думаю, дает нам определенные надежды на положительный результат в завтрашнем матче. И знаем, что Лацо сильный соперник, очень сильные игроки, очень качественный состав, классная команда. Но лично для меня это только отличная возможность посмотреть на уровень нашей команды и каждого из нас как раз-таки на фоне таких команд. Как мы приготовились, это будет понятно завтра после игры. Мне кажется, правильно и совсем правильно и хорошо приготовились, но это перед игрой. Игра живая и надо смотреть, как это будет завтра на поле. У меня всегда есть уверенность к тому, что мы приготовились правильно и что у нас перед нами качественная и хорошая игра. А что я ожидаю от наших игроков, ожидаю, это, что я говорил при начале разговора, тактическую дисциплину, это раз, два, уверенность и показать себе как и всегда они делаются, как правда команда, которая верит в себя, которая добавляет уверенность к каждому игру и которая готова быть на каждой части поля, каждой минуты. Особенно так надо противолачия, который есть особенный стиль игры, а у нас есть тоже, мне кажется, возможности, которым надо пользоваться через игру. Такой баланс надо между, как и всегда, между тем, что надо делать при Бароне и пользоваться вариантами при Атаке, где я вижу возможность действовать. Я полностью согласен с Марко, то, что у нас группа уровня Лиги Чемпионов. Я на самом деле скептически относился к появлению нового турнира Лиги Конференции, который стартовал в этом году, но в итоге за счет этих новых рамок отбора и правил отбора в Лиге Европы практически нет слабых команд сейчас. И турнир стал очень смотрибельным и интересным. Что касается нашей команды, то задача ясна, попытаться, не попытаться, а попасть в весеннюю часть Еврокубков, соответственно. Ну и будем делать для этого все от нас зависящее. Да, смотрел игру, смотрел дерби нормально, качественная, хорошая игра, ничего тут особенного не буду обсуждать. Интересная игра, много голи и хороший ambient на стадионе, как всегда, когда играю Лацио и Рома. Не знаю, что больше обсуждать тут. Видел там пару вещей нормальных особенных, но их не буду обсуждать. Это точно не буду обсуждать сегодня в публике. Субтитры сделал DimaTorzok